Здравствуйте! Наступает череда новогодних праздников. И первый из них – Новый год. Мы очень его ждем, готовимся к нему, наводим порядок в доме, покупаем подарки родным и близким, покупаем продукты для новогоднего стола. Кульминацией новогоднего застолья является новогодний стол. И для того, чтобы он получился хороший, красивый и вкусный, нужно правильно приобрести продукты. Они должны быть свежими, с проверенными сроками хранения, должны правильно храниться, потому что продукты на новогодний стол приобретаются загодя. И если мы приобретем все правильно у проверенных поставщиков с хорошими сроками годности и правильно их сохраним, у нас в конечном итоге получится замечательный новогодний стол. Независимо от того, где мы планируем встречать Новый год, будь то поход в ресторан, поход в гости или же у себя дома, все 31 декабря мы заняты приготовлением пищи. И вот здесь очень важно, в надежде на то, что мы наедимся поздно ночью, не пропустить завтрак, обед и ужин. Для того, чтобы сесть до новогодний стол сытыми, довольными и в нормальном расположении духа. А уж дальше, как говорится, как получится. Вот. Но надо во всем проявлять умеренность. Не нужно пытаться сразу попробовать все блюда, которые будут у каждого из нас на наших прекрасных новогодних столах. Нужно проявить умеренность в приеме алкогольных напитков. Безусловно, за Новый год поднять бокал шампанского это традиция. Но все-таки надо остановиться на каком-то одном привычном алкогольном напитке и употреблять его умеренно. Нужно еще помнить одно, что для нашего организма новогодняя ночь – это просто обычная ночь. И все процессы, протекающие в организме, ночью замедляются. И поэтому не нужно уж сильно совершать насилие над своим телом, так сказать, а быть умеренным и в еде, и в питье. Сочетать прием пищи с каким-то отдыхом, с другими занятиями. По возможности хорошей погоды выйти на улицу, подышать свежим воздухом, пройтись, может быть потанцевать, с кем-то просто пообщаться. А потом опять вернуться к новогоднему столу. Чтобы в новогоднюю ночь и на следующий день чувствовать себя хорошо, нужно соблюдать некоторые правила. Полностью отказаться от приема газированных напитков, сочетать тяжелые и легкие блюда, не употреблять холодные блюда сразу после горячих, да и просто быть умеренным в еде и питье. Любые праздники для организма всегда стресс в плане обилия еды. Поэтому помочь организму можно такими традиционными препаратами, как мезим или фистал. Дорогие друзья, то, что я сказал, это прописные истины. И если вы к ним прислушаетесь, вы прекрасно встретите Новый год и замечательно проведете праздники.